Да, большое спасибо. Я, к сожалению, мог приехать только на один день, поэтому я попытаюсь впихнуть в рассказ то, что вообще говоря, лучше было бы рассказывать более подробно и медленно, но может быть в какой-нибудь следующий раз. Значит, у нас речь пойдет о классическом разделе топологии под названием теория узлов, который в буквальном смысле изучает способы завязать веревку или несколько веревок. Вот давайте сначала мы дадим, перед тем, как что-то обсуждать, мы дадим формально какие-то определения, чтобы быть математически на каком-то уровне строгим. Определять, что такое узел, можно разными способами, но поскольку здесь требуется наиболее, наверное, элементарное определение, то узел можно понимать просто как замкнутую ломаную, замкнутую, не самая пересекающаяся ломаная. Ну, я нарисую что-нибудь совсем тривиальное, а что значит, что мы ее, вот мы будем говорить, что мы ее деформируем или мы ее изгибаем и получаем эквивалентный узел. Вот что мы называем эквивалентными узлами, самый простой способ это сказать состоит в следующем, что мы разрешаем с этой ломаной делать две операции. Значит, эквивалентность. Во-первых, если у нас есть два последовательных звена, такие, что, давайте их как-то назовем, скажем, PQR. Такие, что треугольник PQR, кроме как по этим двум звеньям, ломаную больше не пересекает. То есть, вот этот весь треугольник не содержит никаких других вершин или пересечений с ребрами ломаной. То можно заменить эти два ребра на отрезок PR. И тогда мы будем говорить, что получился эквивалентный узел. Если, можно делать обратно операцию, можно взять любое ребро PR, приделать к нему любой треугольник так, чтобы он, кроме как по ребру PR, не пересекал узел. И то, что получится, тоже будет считаться эквивалентным узлом. Так вот, то, что человек подразумевает, что он завязал, значит, ну, во-первых, когда мы завязываем реальную веревку, у нас концы всегда болтаются. Значит, чтобы соответствовать этому определению, мы должны либо их соединить как-то, либо мы должны держать их в руках, и тогда мы вместе с ними будем образовывать вот этот вот аналог этой замкнутой ломаной. Ну и второе, что, конечно, когда мы сейчас будем какие-то картинки рисовать, и когда мы будем говорить, мы забудем про то, что это ломаная линия, а будем рисовать ее как-то более-менее гладко, имея в виду, что мы вот гладкую кривую, которую мы нарисовали, что мы ее очень хорошо аппроксимировали. Мы просто, что просто звенья такие маленькие, что мы их не видим. Когда мы, когда на компьютере рисуют нам какую-нибудь картинку, то она вообще состоит из пикселей, да, из клеточек. Но мы этого, если клеточки достаточно маленькие, не замечаем. Точно так же мы будем считать, что просто ребра очень маленькие, мы не замечаем расстояние между ними. Для разогрева я хочу просто так вот понять, насколько человеку непредвятому очевидны ответы на некоторые вопросы. Ну, например, вот если, да, но если я показываю веревку, я имею в виду, что я концы вот держу в руках и образую вместе с этой веревкой замкнутую, замкнутую ломаную линию. Значит, вот смотрите, вот эквивалентные два узла, которые я сейчас изображу. Один такой, я надеюсь, что будет достаточно видно, я его изображу здесь. Один такой, да, а второй, а второй, например, значит, так и вот так. А второй вот такой. Есть ли между этими узлами что-то общее? Как вот кажется непредвзятому слушателю? Что? Одно ли это и то же? Вот это и вот это. Кто считает, что это одно и то же? Есть такие? А почему вы так считаете? А, это, ну, на мехмате этот фокус не пройдет. Я могу спрашивать, независимо от того, какой ответ. Ну, на самом деле, действительно одинаковые узлы, потому что вот, значит, один, вот тот, что снизу можно затянуть, и потом по этому узлу его перетащить в сторонку. Понятно, да? И окажется, что вот получится то же самое, что здесь. Значит, это явление, которое мы тут наблюдаем, говорит о том, что узлы можно... В математике говорят, что их складывают. То есть, вот если у вас есть один узел какой-то, есть второй узел, то можно из них изготовить узел, который называется связной суммой, и определяется следующим образом. Вы берете, в каком-то месте эти узлы размыкаете и соединяете. При этом результат, на самом деле, как вот этот эксперимент показывает, если в него вдуматься хорошенько, то результат не зависит от того, как именно вы будете это делать. То есть, как бы вы это ни делали, результаты будут эквивалентны при одной маленькой оговорке. На самом деле, вы это можете сделать двумя способами. И чтобы действительно способ был один, надо на узлах выбрать какое-то направление обхода. Вот если направление обхода выбрано, и вы договорились, что когда вы разрезаете и склеиваете, вы это направление обхода уважаете, то тогда, на самом деле, у вас результат будет совершенно однозначно определен. Этот результат будет называться связной суммой двух узлов. Узлы, которые не раскладываются в связную сумму нетривиальным образом, называются простые. Значит, простой узел, простой, не раскладывается в связную сумму. Но имеется в виду нетривиальным образом. Конечно, всегда можно здесь взять просто тривиальный узел, который, то есть, не заузданную веревку. Сейчас еще один, давайте, может быть, менее очевидный, я надеюсь, по крайней мере. Вот нарисуем такую картинку. Вот возьмем вот так К плюс 1, такой завиток, навстречу его пустим противоположным образом. То есть, тут раз, два, три, четыре, К равно трём. Вот здесь будет К. Здесь запустим какое-то количество завитков, равное L. И здесь симметричным образом тоже L штук. И соединим это все вот так, вот таким способом. Зауздана ли эта веревка? Что подсказывает интуиция? Зауздана. Распутать нельзя. Или, может быть, можно? А? Ну, вы опять это включаете психологические аргументы, да? Ну, сейчас микрофон пострадает. Значит, доказательство, что это узел тривиальный. Состоит в следующем. Вот эта веревка, вы можете видеть, я соединил концы тут зажимами. Да, я буду стараться не задевать микрофон. Но не знаю, получится это или нет. Вот, значит, этот узел получается следующим образом. Вы вот так вот караз его перекручиваете. Я не буду сильно крутить, потому что веревка будет сопротивляться. А потом L раз вот так. Вот. И получаете вот то, что нарисовано, с любыми заранее заданными параметрами. То есть это узел тривиальный. Эта серия картинок, которые дают тривиальный узел, была построена Георица в 1934 году. Так, компьютер решил поспать. В 1934 году это ученик Рейды Мастера, о котором позже пойдет речь. Да, ну и вот давайте уже по-настоящему нетривиальный пример, который, собственно, был в аннотации, поэтому ответ вы знаете. Вот эти два узла, можно ли так вот, глядя на них, сказать, что они эквивалентны? Я вам больше скажу. Когда я доставал реквизит для этой лекции, я для эксперимента завязал вот по картинкам один узел и второй. Я не смог без подсказки за некоторые, там, не знаю, полчаса или час, может, даже я крутил эту штуковину, я не смог без подсказки один передать в другой. 70 лет эти два узла, больше 70 лет, эти два узла были известны математикам, и все верили, что они различны. Вот тут давайте я небольшую историю расскажу этого вопроса. Вообще, теория узлов, как математическая дисциплина, возникла по ошибке, потому что, значит, Вильям Томпсон, обсуждая, известный также как Лорд Кельвин, тот самый Кельвин, в честь которого нулевая температура, отметка нулевой температуры выбрана, значит, он обсуждал, они вот с коллегой, шотландским физиком Питером Тейтом обсуждали вихревые кольца, они пускали из дыма вихревые кольца, наверное, знаете такой эксперимент, и Лорда Кельвина посетила идея, что атомы, химические элементы, это узлы. Это было буквально за пару лет до открытия периодической таблицы химических элементов, то есть пока еще никто не знал, какова природа совокупности химических элементов, и вот пришла такая безумная идея, ну это сейчас она кажется безумной, тогда она была вполне себе обычной, оригинальной идеей, что атомы это узлы, различные типы узлов. И оттуда появился интерес, вот Питер Тейт стал табулировать эти узлы, ну то есть изучать все способы завязать, все различные способы завязать веревку и составлять таблицы. Вот, это вторая половина 60-х годов 19 века. И к началу 20 века, потом в эти таблицы вносились дополнения, там, значит, в этом участвовали Томас, такие математики Томас Киркман и Чарльз Литтл. Вот работа Чарльза Литтла, как раз работы, там их две, по-моему, как раз вышли в 1900 году, где были перечислены все простые узлы до сложности 10. Что здесь является сложностью? Как-то традиционно сложилось, что сложность – это количество пересечений на диаграмме, то есть вот на такой картинке, которая, скажем, давайте, вот самый простой узел, какой бывает, называется трилистник. Узлы принято изображать таким способом, что каждому понятно, что нарисовано. Просто рисуется плоская картинка, плоский граф, формально это плоский четырехвалентный граф, и в каждом месте, где у него вершина, ну или где кривая сама пересекается, отмечается визуально понятным образом, какая дуга идет сверху, а какая снизу. Поэтому не вызывает сомнения, что здесь, когда нарисована картинка, не нужно объяснять, что это за узел, правильно? Так вот, идея состояла в том, чтобы перечислять узлы по возрастанию сложности, а сложность – это вот количество пересечений на самой простой диаграмме. Конечно, количество пересечений всегда можно увеличить, вот, но на самой простой диаграмме их вполне определенное количество. Потом, гораздо позже, уже это конец 60-х годов прошлого столетия, если я правильно помню, Джон Конвей придумал, как нумеровать узлы более эффективно, он исправил некоторые ошибки, но все равно и дополнил узлами до 11 пересечений с помощью своих обозначений, он как бы расширил дальше список. Там, конечно, количество узлов начинает быстро расти, но все равно вот эта пара узлов, которые я показал, она все равно оставалась до начала 70-х годов, и все рассматривали как различные. Значит, вот человек, который заметил это, это Кен Перко, который опубликовал в 73-м году статью страницы, там, по-моему, на 3, а на странице, в которой он просто вот показал, что эти два узла одинаковых. Вот эта фотография сделана относительно недавно, на заднем плане как раз эти два узла чуть-чуть переиначены, эти узлы называются пара Перко, они чуть-чуть переиначены, так он просто теперь их рисует. Сейчас, вот нижняя строчка, это просто выдержка из его статьи, собственно, доказательства, что эти узлы одинаковые. Но я не думаю, что сейчас быстро будет легко разобраться. Тут три шага, как из одной картинки получить другую, но с веревкой в руках это действительно делается за пару минут. Это действительно несложно увидеть, что из одного получается другой, но без подсказки это безумно трудно. Да, насчет Кена Перко, тут нельзя не рассказать историю этого человека. Значит, он в 73-м году, я, к сожалению, точно биографию его не знаю, он был студентом у известного специалиста по теории узлов Ральфа Фокса, просто студентом, не аспирантом. А потом он ушел в юриспруденцию, всю жизнь он работал адвокатом. И открытие это сделал он то ли когда еще был студентом, то ли он уже бросил математику и учился на юриста. То есть он точно не был даже аспирантом в области математики и вот открыл вот этот недочет в таблице, который просуществовал в ней больше 70 лет. Для того, чтобы для существования этого недочета была некоторая причина. Дело в том, что Чарльз Литтл, которого я уже упоминал, в своей работе 1900 года вместе с таблицей, где была эта пара Перко, сформулировал утверждение, которое эта пара Перко опровергает. Утверждение состояло в следующем. Каждой диаграмме можно сопоставить натуральное число, которое обычно обозначают через W, и по-английски оно называется RIDE, а на русский язык не переводится. Я буду для цели этой лекции говорить закрученность. Вообще нет вообще принятого термина. Значит, это вот что такое. Узел надо, на узле нужно выбрать, берется, это число сопоставляется к картинке, то есть вот тому, что называется диаграмма, плоская диаграмма узла. К каждому пересечению на диаграмме сопоставляется знак в зависимости от, в зависимости от чего. Надо взять, посмотреть на ориентацию, на направление дуг в окрестности этого пересечения. Если из верхней дуги нижняя получается поворотом против часовой стрелки на угол меньше 180 градусов, то такое пересечение считается положительным. А если наоборот, то отрицательным. Ну, например, вот это. Вот такой перекресток будет положительным или отрицательным. Значит, вот это будет отрицательным. А вот это будет, соответственно, положительным. Понятно, да? То есть крутить всю картинку как целое, можно как угодно, знак определяется не этим, а относительным положением дуг. Так вот, Литтл сформулировал теорему. Он ее, правда, никак не доказал, как бы легко видеть, что. Состоящую в том, что если мы посчитаем число пересечений со знаком на простейшей диаграмме, представляющей данный узел, то независимо от того, какую мы диаграмму возьмем, получится одно и то же. Ну, говоря современным языком, что это число у минимизированной, у самой простой диаграммы является инвариантом. И вот это пара перко и опровергает. У пары перко, сейчас далеко ли она у меня ушла? А, нет, она на следующем слайде. Дело в том, что, я думаю, я сейчас не буду тратить время на это упражнение. У одной из этих диаграмм вот это число W равно 8, а у другой 10. Они отличаются на 2. Но на самом деле есть некий аналог этой теоремы, который таки верен. Я его кратенько упомяну. А именно, ну, просто чтобы сделать рекламу и заодно ввести, упомянуть одно важное понятие. Вот пусть у нас есть какая-то диаграмма узла. Давайте сделаем с ней следующее. Во-первых, забудем, кто у нас на диаграмме сверху, а кто снизу в каждом пересечении. А во-вторых, уберем все пересечения, сделаем, как говорят, разрешение пересечения. Следующим образом, у нас есть 2 входящих, в каждом пересечении 2 входящих дуги, 2 выходящих. 2 входящих, если смотреть на диаграмму, как на граф, то у нас 2 входящих, ребра 2 выходящих. Ну, так и соединим их так, чтобы пересечения не было. У нас получится, из нашей диаграммы получится набор замкнутых кривых. Давайте какой-нибудь совсем простой пример нарисуем. Давайте, чтобы не трилистник, нарисуем следующие по сложности. То есть, вот если мы возьмем такую диаграмму, то, как мы должны устранить пересечение, чтобы... Пересечение надо устранить так, чтобы с ориентацией не возникало противоречий. Значит, вот так, так, вот так, вот так, и вот так, видимо, да? Здесь я ничего не перепутал. Значит, у нас получилось раз, два, три штуки. Три замкнутых кривых. Они могут быть внутри друг друга расположены, могут по разной стороны от некоторой прямой, неважно. Главное, сколько тут будет не связанных друг с другом, ну, как говорят, связанных компонентов. Это, наверное, уже термин какой-то, который надо объяснять. Я думаю, что все понимают, о чем речь. Вот эти кривые называются окружностями Зейферта данной диаграммы. Так вот, правильное утверждение состоит в следующем, что если число окружности Зейферта минимально, то вот это число W будет инвариантом. Ну, то есть, если вы для данного узла подобрали диаграмму, в которой подобрали несколько разных диаграмм, но все они имеют наименьшее возможное для данного узла количество окружностей Зейферта, то тогда это число будет инвариантом. Оно будет одинаково у всех этих диаграмм. Что касается вот двух данных узлов, слева три окружности Зейферта, справа пять. Да. Значит, вот вы берете вашу диаграмму, забываете на ней, кто проходил сверху, кто снизу, и каждое пересечение вот таким образом перестраиваете. Устраняете пересечение, но так, чтобы все дуги сохранили свою ориентацию, эта ориентация была согласована вдоль получившихся кривых. Вот кривые, которые получатся, называются окружностями Зейферта. Так вот, вот если это не количество пересечений на диаграмме минимизировать, а если минимизировать число окружностей Зейферта. Вот левая диаграмма его минимизирует, там число окружности Зейферта 3, а правое нет, правое оно равно 5. И даже больше того, там утверждение верно несколько сильнее, а именно если вы от минимального числа окружности Зейферта ушли на К, то вот это число W может измениться не больше, чем на К, но это я детали вдаваться не буду. Эта теорема была доказана мной и моим учеником Максимом Прасовым в 2013 году опубликована работа, а известно это утверждение было уже некоторое время как гипотеза Джонса, хотя Джонс, о котором я скажу несколько позже, как гипотезу, на самом деле утверждение никогда не формулировал, формулировал немножко в других терминах, хотя эквивалентных, и формулировал как вопрос, а не верно ли это, но видимо после пары перко уже формулировать гипотезы было несколько опасно, выглядело как опасно. Так, ну хорошо, значит это было некое отступление, просто показывающее, что данная задача различать и обнаруживать, что узлы совпадают или различны, это довольно неинтуитивная вещь, иногда кажется, что вот уж точно вот эти вот уж точно не совпадают и 70 лет так всем кажется, а оказывается, что такие совпадают. Основы такой вот современной математической теории узлов появились на самом деле не во второй половине 19 века, а уже в первой половине 20-го. Основоположники тут вот того, с чего начинаются учебники, это Курт Риде Майстер и Джеймс Александер, которые собственно построили, которые научились вот достаточно просто, по крайней мере, отличать, доказывать, что вот это нетривиальный узел, то есть вот уже доказать, хотя вроде как это очевидно, что эту веревку развязать нельзя, но в цирке вам могут показать, что можно, но так вот у вас вряд ли получится, если вы специально не тренировались на фокусника. Так вот, методы, с помощью которых такие утверждения доказываются, появились уже вот в 20-х годах прошлого столетия, и давайте мы сформулируем одно из таких основополагающих утверждений, на которых часто используется в теории узлов. Это теорема Рейдемастера, которая говорит, что если у вас есть две диаграммы, которые задают эквивалентные узлы, две диаграммы задают эквивалентные узлы, тогда и только тогда, когда их можно за конечное число шагов получить друг из друга с помощью вот таких преобразований, которые принято называть движениями Рейдемастера. То есть D1 и D2 связаны последовательностью движений Рейдемастера. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот у вас есть какая-то диаграмма узла, в ней что-то там напутано, но вот вы нашли в ней какой-то маленький кусочек, который выглядит как одна из этих картинок. Ну, например, выглядит вот таким образом. Тогда вы можете ее заменить на петельку. Я нарисовал, наверное, тут надо добавить еще петельку в обратную сторону, я как-то соптимизировал немножко картинку, а может это и не важно, я не помню. Вот, то есть это преобразование, которое совершается локально. Вы маленький кусочек картинки меняете вот одним из этих трех способов. Довольно понятно, что узел остается прежним, вот, но теорема гласит, что этого достаточно, что за конечное число шагов, вы получите одну диаграмму из другой и, казалось бы, вы после этого можете начать просто перебирать диаграммы, но теорема Рейдемайстра не говорит вам, сколько именно этих движений, к сожалению. Поэтому, если диаграммы эквивалентны, вот, например, как пара Перко, и вы запустите компьютер, который будет перебирать все, что получается из данной диаграммы с помощью движения Рейдемайстра. Но здесь надо немножечко, может быть, пояснить, что диаграммы рассматриваются как комбинаторный объект. То есть, когда вы диаграмму как-то изгибаете, как-то деформируете, это не рассматривается как преобразование. Преобразование происходит, когда меняются какие-то вершины у этого четырехвалентного графа, добавляются, сокращаются, или как-то, как-то, вот, как в случае третьего движения Рейдемайстера. Тут не подписано, но логично, что вот это называется первым, это вторым, а это третьим. Вот рассматривается только комбинаторное изменение в картинке, а деформации, естественно, не учитывается. Так вот, с этой точки зрения картинок с данным числом пересечения всего возможно, может быть, конечное число, количество движений Рейдемайстера, который в каждой картинке применяется, всего конечное число, но только вот беда состоит в том, что сложность, количество пересечений при переходе от одной диаграммы к другой может увеличиваться. И непонятно, насколько его надо увеличивать, это как бы неизвестно изначально. Теорема Рейдемайстера ничего на этот счет не говорит. Вот этот пример, кстати, который, значит, это Герец, это вот ученик того самого Рейдемайстера, Герец, 1934 год. он как раз был призван, это простой пример диаграммы, который вы не можете упростить с помощью движения Рейдемайстера немедленно. Для того, чтобы ее распутать, вам ее надо сначала немножко усложнить. И поскольку это требуется усложнение, никто не сказал, насколько надо усложнять, то алгоритма вы тем самым не получаете, и если ваши узлы различны, и вы начнете перебирать всевозможные способы применить к ним движения Рейдемайстера, пока не совпадут, но они никогда, диаграммы никогда не совпадут, поэтому вы будете работать, ваш компьютер будет работать вечно. Забегая вперед, скажу, что в настоящий момент известна явная оценка для количества движений Рейдемайстера, которая нужна, чтобы перевести диаграмму сложности N в другую диаграмму сложности, сложности не выше N, если они задают эквивалентные узлы. И оценка это выглядит следующим образом. Эта работа тоже относительно недавняя. Значит, это Марк Лейкенби и Александр Ковард. Оценка выглядит следующим образом. Значит, нужно взять 2 в степени, 2 в степени, 2 в степени, 2 в степени N, где высота вот этой башни из возведения в степени равна 10 в степени миллион N. Вот. Вот столько движений Рейдемайстера переберете и достаточно. Если до этого момента не встретилось, значит, не эквивалентно. Вот. Диаграммы сложности не выше N. Вот для того, чтобы убедиться, что диаграммы сложности не выше N нельзя перевести друг в друга движениями Рейдемайстера, достаточно перебирать последовательности движения Рейдемайстера вот такой длины. Вот больше не надо, этого достаточно. Вот. Но, тем не менее, все-таки существуют методы для того, чтобы... Существует довольно много методов для того, чтобы различать узлы и существенный прорыв в этом вопросе вот было построение Александером некоторого полиномиального инварианта, который я сейчас далек от мысли, чтобы его определять. Но суть в том, что по диаграмме строится некоторый многочлен, который при движениях Рейдемайстера не меняется. То есть по диаграмме, по комбинаторному устройству диаграммы строится, я пропускаю некоторые оговорки. Ну, а именно, что многочлен Лорановский, что определенно неоднозначно стоящее умножение на степени знака. Но это все не очень существенно. Важно, что определяется нечто алгебраическое, что можно сравнить с другим таким же алгебраическим очень легко. Вот. вот, но как вообще выглядит инвариант, я все-таки один простейший инвариант вам могу рассказать, который не требует никаких предварительных сведений. Вот. Давайте мы рассмотрим, обобщим чуть-чуть задачу. Будем рассматривать не узлы, а зацепление. Зацепление это просто узел это одна запутанная веревка, а зацепление это несколько запутанных веревок. То есть зацепление это объединение нескольких попарно не пересекающихся ломанок. давайте рассматривать не одну веревку, а несколько. И тогда эти веревки мы можем зонумеровать. Вот если у вас есть зацепление из двух веревок, то вы можете рассмотреть пересечения их на диаграмме. То есть обратить внимание только на те пересечения, где пересекается вот первая веревка и вторая. либо таким образом, либо наоборот. Здесь два, здесь один. И вот если вы посчитаете это число, то это будет так называемый коэффициент зацепления. единственное, это число всегда четное, его надо поделить на два. Например, вы берете два кольца вот таким образом сцепленных. Вам опять-таки фокус могут показать в цирке. У меня, кстати, здесь с собой реквизит для этого фокуса, но я не очень тренировался в этом вопросе много. Вот если возьмете два таких кольца, ориентируйте их как-нибудь, как хотите. Скажем, вот так и вот так. Оба эти пересечения, независимо от того, как вы выберете эту ориентацию, оба эти пересечения будут одного знака. В данном случае, как я нарисовал, отрицательного. Значит, минус-минус. Здесь пересекается первый компонент со второй. А вот если у вас тут сбоку еще какое-то пересечение есть, какая-нибудь завитушка, то вот это не считается, это компонент пересекает сама себя. Так вот, мы, если возьмем это число, тут получается минус 2, делим его на 2, коэффициент зацепления равен минус 1. Так вот, это число при движении Хридемастера не меняется. Это довольно легко обнаружить. Какую бы нам взять для этого доску. давайте вот вот эту. Почему это число не меняется при движениях Хридемастера? Если вы убираете или создаете завитушку, пользуетесь первым движением Хридемастера, то вы получаете пересечение, в котором какая-то компонента пересекает сама себя. И это не учитывается просто в качестве зацепления. Если вы применяете второе движение Хридемастера, то эти два пересечения, как нетрудно проверить, независимо от того, как ориентированы дуги, будут одного знака. Если это разные компоненты, например, это первая и вторая, то независимо от того, куда они ориентированы, эти два пересечения будут разного знака. И они друг друг сократят. Здесь их просто нету, а здесь они друг друг сокращают. ну и наконец, вот в случае третьего движения Рейдемастера, здесь неважно, какие компоненты тут одинаковые, пересекаются, разные и так дальше, но тут есть такое соответствие между перекрестками. Например, 1, 2, 3 занумеруем, а здесь эти пересечения будут, ой, я нарисовал одно и то же, извините, я нарисовал одно и то же. Да, а здесь их надо занумеровать вот так, 1, 2 и 3. Так вот, здесь перекресток 1 будет того же самого типа, что и этот, он будет того же знака, и в нем будут пересекаться те же компоненты, то есть, либо одинаковые, либо разные. Это будет, то есть, вот вклад перекрестка номер 1 здесь и вклад перекрестка номер 1 здесь в коэффициент зацепления будет одинаковый. И так для всех трех пар перекрестков, 2 и 3. И получится, что как бы вы не применяли движение Рейды Мастера, коэффициент зацепления не меняется, поэтому, например, вот из такой пары колец, да, из такой пары колец получить пару расцепленных колец невозможно. Хотя вам очень убедительно могут показать, что это бывает. Вот, но в цирке, вот мы, у нас так не получится. Теория до где-то 80-х годов инварианты, которые построили вот Александер, Рейды Мастер, ну, там немножко к ним они несколько обобщались, несколько расширялись, но все-таки это как бы такое было такое развитие, как сказать, достаточно плавное в этой науке. однако в середине 80-х годов воин Джонс вот фотографии его слева придумал принципиально новый способ строить инварианты и это породило настоящий взрыв в этой науке. Сейчас слово инвариант узлов уже оно настолько стало изъезжено, что некоторые забыли, зачем собственно они строили эти инварианты, уже начинают изучать просто инварианты ради самих инвариантов. Не заботясь вообще даже о том, а что мы собственно какую задачу мы хотим решить. Вот полином, который построил Джонс, обладает в отличие например от полином Александера тем свойством, что он моментально отличает вот этот узел от аналогичного только симметричного. Вот от такого. Вот эти два узла разные. Один левый трилистник, как говорят, другой правый. Не знаю, где какой, тем более, что мы смотрим на них с разных сторон. Для кого-то этот левый, для кого-то этот. В общем, у них есть как бы трилистник, его зеркальный образ, это неэквивалентные узлы, их нельзя друг друга никак перегнать. это, это, конечно, умели доказывать и в первой половине 20 века, но многочлен Джонса, он выдает это сразу, вы просто считаете, многочлен Джонса, он разный у одного и у второго. Не, не зависит, я шучу, просто для меня здесь лево, а тут право, а для вас наоборот. Тут просто игра слов, левый и правый в каком смысле, три разных смысла возникает. Вот, и кроме того, у разных математиков разные соглашения относительно того, какой из них левый, а какой правый. Поэтому здесь абсолютно нет никакого единства. Луис Кауфман очень скоро после открытия Джонса придумал очень, совсем другой способ получить тот же самый многочлен, исходя из некоторых аналогий со статистической физики. Это самый, наверное, простой такой содержательный сюжет теории узлов, я его не могу сейчас излагать за отсутствием времени, но этот подход, который предложил Кауфман к построению того же самого инварианта, кроме того, что он достаточно элементарный, его легко объяснить, скажем, да даже школьнику, наверное, можно, первокурсникам мы объясняем, это совершенно никаких проблем не вызывает. Этот подход еще позволил решить сразу некоторые задачи, касаемые альтернированных, так называемых альтернированных узлов. Вот как нарисовать узел, чтобы он был заведомо нетривиальный? Ну, я лично с детства знаю рецепт. Берете любую кривую, ну, как-то вот ее рисуете, только чтобы у нее были простые, не было тройных пересечений. Берете любую кривую, а потом идете вдоль нее и расставляете вот в перекрестках, кто проходит сверху, а кто снизу, так, чтобы вы, идя вдоль кривой, шли по очереди сверху, снизу, сверху, снизу. Ну, то есть, например, вот стартуем здесь, идем сверху, потом снизу, потом сверху, потом снизу и так дальше. Упражнение, что мы никогда не встретим противоречия. Мы ведь когда-то придем к тому перекрестку, где мы уже определились, правильно? Вот, например, мы прошли снизу, здесь мы уже были и здесь мы уже определились, мы пришли к нему второй раз, но противоречия никогда не возникнет. Это упражнение надо. Так вот, если мы таким образом расставим пересечение, то конструкция Кауфмана, которую он придумал, и это, наверное, там вопрос приоритетов несколько туманен, потому что Кауфман заметил, что так можно строить многочлен и вычислять, что вот для таких узлов они называются альтернированными, что для таких альтернированных узлов у этого многочлена можно сразу сказать, чему равен разность старшей и младшей степеней переменной, которые в него входят. Разность вот эта определяется просто числом пересечения на диаграмме. И в том же журнале есть статья Кунио-Мурасуги, примерно про то же самое, которое замечает, что эта задача решает давно стоящую проблему. Она говорит, что все такие узлы, тут надо сделать одну небольшую оговорочку, сейчас ее сделаю, что все такие узлы нетривиальны. Просто мы заранее знаем, что все такие узлы, которые вы так сделаете, что по крайней мере они точно будут заузлены. Оговорочка тут вот какая должна быть. не должно быть в вашей диаграмме, но альтернированную диаграмму нарисовать очень просто. Вот альтернированная диаграмма, она не заузлена, она задает тривиальный узел. Я могу таких петелек еще много тут сделать. Так вот, оговорка состоит в том, что не должно быть у диаграммы, как у графа, разбивающей вершин. Не должно быть вершины, которые, если вы сотрете, то ваша картинка распадется на две. Вот, если такая вершина есть, то легко диаграмму упростить. Поэтому, кроме того, вот это открытие Джонса и Кауфмана позволило в скором времени все альтернированные узлы, то есть, которые задаются такими диаграммами, узлы и зацепления, просто классифицировать этого окончательно в виде сделали Билл Минеско и Морвин Систлет-Вейт. К слову сказать, Морвин Систлет-Вейт автор одного очень известного алгоритма для сборки кубика Рубика, который когда-то был, я помню, опубликован, в журнале Квант где-то в районе 80-го года через теоретико-групповой подход, который доказывал, что кубик Рубика можно собрать за 52, по-моему, поворота. Но потом эту оценку улучшили, да, где-то 20, не помню, трех или шести, что-то такое. Значит, вот это тот самый человек, который, который это в свое время придумал. Значит, они доказали, что, если вы рисуете альтернированные диаграммы, то вы будете получать, вы будете получать всевозможные альтернированные узлы, с повтором, повторы в этих узлах будут связаны только вот с чем. Значит, вот их утверждение состоит, что две альтернированные диаграммы, которые задают одно и то же, получаются друг из друга так называемыми флайпами. Вот альтернированные, если на альтернированной диаграмме есть какой-то кусок такого вида, из которого торчат четыре ножки, и две из этих ножек потом скрещиваются. Если вы в диаграмме нашли такой кусок, то вы можете весь его перевернуть. Значит, это будет выглядеть как-то уже вот так. Вы можете весь его как целое перевернуть, и вот этот перекресток перепрыгнет сюда. Можно проверить, что диаграмма все равно останется альтернированной. Но если вы возьмете альтернированную диаграмму и будете такие штуки применять, то у вас всего конечное число диаграмм получится. Поэтому проблемы их перебрать формально не существует. Просто применяйте все возможные и все диаграммы сохраняете список. у всех полученных диаграмм. Вот значит, это эти утверждения, что все альтернированные узлы нетривиальны, что все, что различные получаются друг из друга флайпами, они литературы известны как гипотезы Тейта, вот того самого Тейта, которому лорд Кельвин подкинул идею. но насколько я понимаю, Кен Перко, он адвокат, он читает первоисточники, там что-то откапывает, он оспаривает то, что у Тейта это содержалось в явном виде. Я, честно говоря, не вникал в этот вопрос, они обычно называются гипотезами Тейта. Вот узлы, которые рисуются альтернированными диаграммами, они попросту классифицированы в настоящий момент. Забыл еще упомянуть, просто может быть кому-то интересно, что вот этот человек, который здесь на картинке справа, Луис Кауфман, он получил мегагрант и я не знаю конкретно в настоящий момент, но вообще он сейчас довольно много времени проводит в России и в Новосибирске. очень любит показывать фокусы с веревочками. Да, ну вот инварианты, значит, после Джонса гигантское количество инвариантов было построено и тут даже нет смысла, я рассказал только про коэффициент зацепления, да, к слову сказать, коэффициент зацепления фактически был известен еще Гауссу, Гаусс написал его, Гаусс пользовался, конечно, не такой терминологией, он написал его как интеграл, вот у вас есть две кривые, заданные какими-то отображениями окружности в трехмерное пространство, дифференцируемом отображении, он по этим отображениям написал интеграл, который принимает всегда целое значение, и это целое значение как раз есть коэффициент зацепления, так что вот часто, когда говорят об истории теории узлов, ее начинают не с Кельвина и Тейта, а начинают с Гаусса, вот, хотя Гаусс, Гаусс вот именно как задачу классификации такой задачи не ставил себе, так вот, ну хорошо, вот мы построили какое-то море инвариантов, например, мы пока, я не буду их освещать, но действительно их очень много, однако не про один инвариант, который строится таким алгебраическим способом по диаграмме, не про один, нет, к настоящему моменту уже есть некоторые инварианты, которые действительно, которые могут отличить тривиальные узлы, но нету пока что такого алгебраического инварианта, который строится какими-то вот комбинаторно-алгебраическими средствами, который бы уверенно различал, всегда различал два различных узла, то есть если у вас есть узлы, как вот в паре Перко, вы просчитали миллион разных инвариантов, может быть, что они все совпадают, а собственно так с парой Перко и было, все инварианты совпадают, но все равно остаются проклятые сомнения, что может быть узлы все-таки разные, этого никто не гарантирует, инварианты, как говорят, обычно не полны, и возникает вопрос, а как вообще можно ли сравнить, ну, когда я вам сказал, что количество движений Рейдемастера ограничено какой-то константой, фактически я вам дал алгоритмическое решение задачи, но, наверное, оно вам не очень нравится, потому что перебирать столько движений Рейдемастера, понятное дело, что даже одну последовательность от такой длины будет построить невозможно, используя современные физически невозможно, атомов столько нет во Вселенной. Так вот, первое такое реальное алгоритмическое достижение было сделано Вольгангом Хакеном в 61-м году. Он придумал алгоритм распознавания тривиального узла. Я не могу изложить алгоритм Хакена за короткую лекцию и даже за несколько таких коротких лекций тоже не могу. Это нужна некоторая подготовка. Он не то, чтобы очень сложный, но все-таки какой-то бэкграунд здесь требуется. И в любом случае алгоритм Хакена совершенно ненаглядный. То есть вам говорится, что надо делать, надо произвести сначала некоторую комбинаторную работу, построить некоторую систему уравнений. Эти системы уравнений для решения включают огромный перебор экспоненциальный. Вам нужно не просто решать систему линейных уравнений, там нужно решать систему линейных уравнений в неотрицательных целых числах. Это задача линейного программирования. Но этих систем вам пишут экспоненциально большое количество по числу пересечений на диаграмме. Вот сколько у вас было пересечений, там даже, по-моему, 2 в степени n квадрат, примерно столько. Или 3 в степени n квадрат, не важно. Нужно написать систем и все их перебирать, все решить, найти там некоторые фундаментальные решения, в общем, это практически нереализуемо. И довольно сложно объяснять. С тех пор да, Хакин предложил, давайте уж исторические тут некоторые замечания сделаем, Хакин предложил некоторую программу, как и сравнивать произвольные два узла или зацепления. Идея состояла в том, чтобы рассматривать собственно эта идея никуда с тех пор и не делась, чуть позже скажу, рассматривается не сам узел, вот кривая какая-то в пространстве, а рассматривается то, что получится из пространства, если мы эту кривую удалим. Удалим вместе со своей какой-то открытой окрестностью, там, чтобы получил замкнутое множество, но это все детали. То есть мы высверливаем узел из пространства, и потом изучаем то, что осталось. Находим, как вот оно устроено. Хакен предложил, как бы вот, он такой сделал прорыв, что тут можно решать алгоритмические вопросы, предложил некоторую программу, в которой потом участвовало большое количество математиков, и где-то в районе конца 60-х, да, то есть математики на самом деле решали другую проблему, они рассматривали уже более общее пространство, чем те, что получаются высверливанием узла из трехмерного пространства, чуть более общее, которое называется многообразиями Хакена, и задачу как бы обобщили, надо распознавать многообразие Хакена. И вот эту программу где-то в конце 60-х или в начале 70-х объявили завершенной, потому что вот вроде бы последний гвоздь вбили и решили, что все, закончили. В конце 90-х челябинский математик Сергей Владимирович Матвеев обнаружил такую большую дыру в этом проекте и потом ее некоторое время заделывал. Вот есть книжка, ну у него даже не одна книжка, она издавалась сначала на английском, потом на русском, где улучшалась. Есть книжка, в которой ну доказательства распознавательности многообразия Хакена после того, как введено много определений там дополнительных каких-то, ну после того, как построена некая теория, само доказательство занимает около 100 страниц. Ну и кстати, по современным меркам уже не очень много, это уже становится как-то повседневностью такой доказательства по 100 страниц. Так что вот та оценка, которую я вам говорил, 2 в степени, 2 в степени, 2 в степени, она на самом деле тоже исходит из этой программы, но они с работой Матвеева в одном месте расходятся. То есть эти работы сначала идут как бы доказательства вместе, потом потом по разу. Рассказывать, конечно, как эти алгоритмы работают, я сейчас не могу, но я не могу не упомянуть совсем простой способ. Вот вы уйдете отсюда, зная, как можно алгоритмически распознать тривиальный узел. Для распознания тривиального узла есть много, в принципе, уже после Хакена было еще целый ряд подходов обнаружены. Вот, но один подход можно рассказать за 5 минут, что я сейчас собираюсь сделать. Давайте рассмотрим, будем рисовать диаграммы вот таким способом. А именно, будем использовать только вертикальные горизонтальные отрезки и на всяком пересечении будем вертикально пускать сверху. Но почему так? Вот если у вас есть произвольная диаграмма, произвольная диаграмма, вы всегда можете ее сделать вот такой, как я сказал, вы всегда, я их называю прямоугольными диаграммами без затей. Значит, почему это можно сделать? сначала вы рассматриваете окрестностей перекрестков и их чуть-чуть поворачиваете, чтобы тот, который проходит сверху, чтобы он стал вертикальным. Да, вот, надо чуть-чуть повернуть. Вот, как-то так. Здесь уже и так хорошо. Да, а здесь надо повернуть посильнее. Здесь есть одна неприятность, когда объясняешь, почему можно перевести диаграммы в прямоугольный вид, возникают картинки, которые может запретить русскомнадзор. Поэтому я не буду делать это до конца. Вот, но понятно, что это можно сделать. После этого вы, значит, аппроксимируете гладкие куски, которые у вас нарисованы, ну, или вы, может быть, рисовали ломанными линиями, но наклонными. Вы их аппроксимируете такими ступеньками. И вот вы получаете то, что я называю прямоугольной диаграммой. Движение рейдемастера мы забудем. Вместо движения рейдемастера у нас есть то, что я называю рокировки. Ребра, это, ребра можно, предполагается, что на одной прямой два ребра этой диаграммы не лежат. Вот в определении включается такое ограничение, что два ребра двум ребрам запрещается лежать на одной вертикальной или на одной горизонтальной прямой. но у нас есть некоторый набор преобразований, который разрешает иногда ребра переставлять. Вот, можно, вот когда двигаю здесь ребро влево-вправо, оно переставляется вот с этим. Правильно? В какой-то момент они оказываются на одной вертикальной прямой, но с диаграммой ничего плохого не происходит. Не произойдет ничего плохого, если переставлять ребра такие, что в какой-то момент одно целиком накрывает другое, вот как здесь, то на самом деле тоже с узлом ничего плохого не произойдет, независимо от того, как там направлены ребра, которые примыкают к другому направлению. Так вот, эти операции называются рокировками, и еще разрешается делать вот что. Вот смотрите, возьмем, скажем, самое нижнее ребро, если мы и посмотрим на два соединенных с ним вертикальных ребра. Вот это вся, вот это ломаная, состоящая из трех ребер, она по согласно требованиям, которые мы предъявляем к прямоугольной диаграмме, она все время идет сверху, да, то есть вот мы из этой точки в эту идем либо по вертикальным ребрам, которые у нас всегда идут над горизонтальными, либо мы идем по крайнему нижнему ребру, которая ничего не пересекает, поэтому мы все время проходим сверху, и поэтому ничего не произойдет с нашим узлом, если мы возьмем и, сейчас, секунду, если мы возьмем и передвинем его целиком, сейчас, что-то у меня, целиком наверх, то есть вот оно было снизу, я, к сожалению, этот, этот софт не приспособлен конкретно под прямоугольные диаграммы, поэтому я не могу отделить движение по вертикали от движения, то есть мы можем его взять, перебросить наверх, то же самое крайнее левое ребро можем перебросить направо, такие вот циклические можем делать перестановки, эти перестановки не меняют числа ребер, поэтому с комбинаторной точки зрения все, что мы будем получать, исчерпывается неким конечным числом вариантов, правильно? вот, и иногда, иногда нам будет вести и мы будем получать ребро, вот смотрите, вот если мы вот тут вот так переставим, то вот это ребро становится маленьким, и его можно, понятное дело, что можно его просто убрать, это будет, эта операция называется дестабилизацией, можно его вот таким образом оп и сдвинуть, синдерела при этом хочет обязательно выдать какую-нибудь свою особенность, именно нарисовать горизонтальную прямую, значит вот, то есть мы можем, если мы увидели возможность сократить какое-то ребро, то мы будем ее делать, значит теорема, которую я доказал, ну, правильно, наверное, будет называть 2004-й, опубликованная правильное доказательство в 2006-м, в 2002-м выложено доказательство с пробелом, в 2004-м пробел заделан, значит теорема состоит в следующем, что любая прямоугольная диаграмма узла, тривиального узла, узла, монотонно упрощается, но монотонно не строго, то есть мы, я утверждаю вот что, что рокировок, вот этих циклических перестановок и сокращение ребер, которые у нас принято называть дестабилизациями, что вот этих операций достаточно для того, чтобы получить квадратик, если узел был тривиальным, ну а если он не тривиальный, то, конечно, вы квадратик не получите, то есть вы таким образом получаете совсем простой алгоритм, я не сомневаюсь, что многим из вас не составит труда написать программу, которая просто будет его выполнять, но правда, здесь есть плохие новости, состоящие в том, что алгоритм состоит в том, чтобы перебирать все диаграммы, которые получаются рокировками, вот этими циклическими перестановками, и если мы увидели, что какое-то ребро можно сократить, мы его сокращаем. Плохая новость состоит в том, что из диаграммы сложности N, ну то есть с N ребрами, мы считаем теперь не пересечения, а считаем только ребра, что из N ребер всякими рокировками мы вообще говоря будем получать количество диаграмм, которое вместе с N растет примерно экспоненциально или что-то в этом духе, или факториально, как-то так. То есть перебор, на самом деле, будет все равно очень большой, и если взять сложную диаграмму тривиального узла, ну вот такую, вот такую быстро довольно распутать, но бывают диаграммы, в которых перебирать все, что получается рокировками, действительно мучительно долго. Это достаточно быстро начинается, достаточно небольшой сложности. То есть алгоритм формулируется просто, но выполняется он достаточно медленно. Ну, то есть для таких серьезных больших диаграмм выполнить его за реальное время сейчас, как у меня тут не получится. Ну и последний сюжет, которого я коснусь. Таким образом, вообще говоря, задача с формальной точки зрения распознавания, сравнения узлов и зацеплений, она в каком-то формальном виде решена и для тривиального узла она чуть лучше решена, чем, может быть, для произвольных. Для тривиального узла оценка у Марка Лекенби, которую я тут уже упоминал, оценка, он построил, используя мое доказательство, построил полиномиальную оценку для числа движения Рейды Мастера, чтобы распутать вот любую диаграмму тривиального узла с n-пересечениями, но там оценка типа степени многочлена 11, и перед ним еще как вот константа тоже такая довольно внушительная, которая сама собой уже выражает сомнение в том, что можно это перебрать. Значит, в настоящий момент, вот если теперь посмотреть с практической точки зрения, ну хорошо, теоретически задача решается, что с практической точки зрения. С практической точки зрения есть программа, которая называется SnapPi, вот как-то так, и к ней есть еще интерфейс, написанный на питоне, который называется SnapPi, вот здесь только Y вместо EA, которая на самом деле довольно быстро и довольно сложные узлы, умеет признавать. Но, значит, как, но она не гарантирует вам, что она это сделает. Она использует некоторые евристические методы, которые основаны на так называемой гиперболической геометрии. Буквально пару слов я, наверное, скажу. Это основаны на так называемой геометризации. Вот вы, наверное, слышали имя Григория Перельмана, слышали, что он доказал гипотезу по Анкаре. А еще он доказал гипотезу о геометризации, которая принадлежит Биллу Торстену, и которую сам Билл Торстен в частном случае сам доказал. Правда, его опубликованных работ с полным доказательством не существует. существует доказательство других математиков, там Жан-Кьера Аталь, Макмален. Но идеи, все идеи принадлежат Биллу Торстену, которые состоят в том, что вот эти пространства, которые мы получаем, если вырежем узел из трехмерного пространства, эти пространства часто допускают геометрическую структуру, так называемую гиперболическую метрику. И вот эту структуру можно приблизительно вычислить. А приблизительно вычислив эту структуру, можно найти некоторый канонический способ это пространство разрезать на куски, который уже даст нам комбинаторную структуру, канонически определяемую, однозначно определяемую самим узлом. Все это, то, что я сказал, это требует довольно большой расшифровки. Сейчас я не буду в это углубляться. Сколько у меня еще? У меня осталось три минуты. Ну, последние три минуты давайте я лучше упомяну то, с чего я вообще-то хотел начать, что теория узлов, когда я собирался эту лекцию прочесть, меня Николай Николаевич строго спросил, а где, говорит, применяется теория узлов, можно как-то это? я здесь хотел просто вспомнить, что узлы вообще сами по себе встречаются во многих областях деятельности. Другой вопрос, что математики ставят вопрос о классификации, о сравнении, об алгоритмах, об инвариантах, которые может для другой науки показаться странным, например, для мореплавания. Правильно? Но вот несколько лет назад, например, Виктор Анатольевич Васильев, который тут присутствует и читает другой курс, рассказывал историю, у него есть несколько опубликованных работ в связи с этим, что к нему обратился текстильный инженер, которому нужно было расклассифицировать способы завязать нити, которые внутри квадрата. Вот сюда входят какие-то нити, тут как-то перепутываются и рассматриваются способы такие, которые можно периодически повторять, то есть которые можно использовать для создания тканей. И задача состояла в том, чтобы их как-то перечислить без повторений. То есть нужно было действительно уметь их топологически различать, нужно понимать, какие из них распадаются, какие ничего не дадут. То есть вот методы теории узлов, они иногда могут иногда оказываются полезны просто действительно как говорят в народном хозяйстве. Но еще в последнее время большой интерес к теории узлов проявляют химики и биологи, потому что они имеют дело с очень длинными молекулами, которые вот норовят завязаться в какие-то узлы, но я не могу здесь сказать насколько та наука, о которой я здесь говорил и которой я сам занимаюсь, насколько она реально там чему-то помогает. кого-нибудь что-то я еще может быть у меня еще есть 50 секунд. Ну, наверное, я на этом просто остановлюсь. Да, вроде бы я более-менее всех вспомнил, кого хотел. Да, давайте я здесь остановлюсь. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы будем завязывать две веревки. Вот, нужно 4 человека для этого фокуса. Значит, первоначальное положение веревок нужно 5 человек. 4 человека держат держат две веревки, значит, каждый за один конец и веревки располагаются вот таким образом. А пятый человек помнит рациональное число, точнее, рациональное число вместе, или бесконечность. Бесконечность мы тоже называем рациональным числом. И этот пятый человек, а может быть, шестой человек, не знаю, дает одну из двух команд. Либо к этому числу добавляется единица, а, одну из трех команд. Может добавлять единицу, и тогда вот у нас тут веревки, и тогда эти веревки два человека должны поменяться местами и перекрутить на пол оборота. Ну, да, но мне нужны мне нужны четыре человека. Четыре добровольцы, да. Так, нужно, ну, они длинные, тут надо что-то выбрать. Значит, одна веревка. Вся длина не нужна, да, просто ее надо собрать так чуть-чуть, но потом может пригодиться. Так, и вторая веревка. Значит, вот если число добавляется один, то вот два человека меняются местами, только надо помнить, только надо договориться, в какую сторону будет плюс один, а в какую минус один. Значит, мне приятнее вот так вот, чтобы был плюс один. Вот. Значит, х-1 два человека меняются противоположным образом. Причем, неважно, это будет вот эта пара или та, это не играет роли. Покажи на них, кто-то не имеет. Ну, один человек вот так вот веревку перебрасывает через второго. Вот. Вот это у меня будет минус один называться. Еще раз, если так сделаете, еще разочек, вот это будет минус два. А вторая операция, вторая операция, это все идут по кругу на один шаг. Неважно, про часовые стрелки или по, выбирайте сами. Значит, то есть вот, вот у меня торчало четыре хвоста, они должны по кругу по кругу перейти. И эта операция будет, камера не снимает, нет? Это будет операция минус единицы на х. Значит, утверждение. Да, и пятый человек должен, значит, это с числом делать. Вот мы начали с нуля, вот это минус два. Что хотите сделать? Давайте по кругу. Будет минус одна вторая. Будет, будет одна вторая. Что дальше хотите сделать? Значит, история такая, когда мы придем к нулю, веревки распутаются. Плюс один. Плюс один, давайте, плюс один, только не ошибитесь, какой стоит. Это вот так. Да, три вторых. Что дальше хотите? Повернуться? Поворачивайтесь. Минус две трети. Минус две трети. Плюс один. Плюс один. Так, туда. Одна треть. Минус одна иксовая. Минус одна иксовая. Давайте, поворачивайтесь. Минус три. Ну что, плюс три? Плюс три. Значит, три раза вот так вот. Да, кстати, у нас завтра вечером положены исторические танцы. с рациональными числами и числом бесконечности. Комнаторно добавлено бесконечности. Там взаимно однозначно соответствует. Вот это еще один случай, когда удалось что-то полностью и полностью расклассифицировать. Так, ну вот, можно продолжать еще, если не верите. это бесконечность. Вот повернитесь, вот повернитесь, это будет бесконечность. Повернитесь. Это бесконечность. Добавляйте единицу. Да, бесконечность плюс один это бесконечность. Так что тут все, все абсолютно железно сходится. Так, ну вот, типа фокус. С чем? С SL2Z? Непосредственно. Да, да. Это, конечно, связано с SL2Z. И отсюда получается классификация так называемых двухмостных или двухмостовых узлов, когда на диаграмме есть ровно два максимума и ровно два минимума. Эта вот классификация тоже полностью описывается через... Ну, там уже, когда вы беревки замыкаете, то вот это плюс один иногда не действует. Да, оно иногда... Поэтому там надо уже не просто рационально число, а почему-то отфакторизовать. Так, ну вот. Я подумал про трехцветные раскраски, наверное, это отдельная. Ну, трехцветные раскраски это уже инвариант, который надо, на который надо полчаса потратить. Поэтому... Скобка Кауфмана это и есть многочлен Джонса, записанный немножко по-другому. Ну, точнее, скобка Кауфмана, если ее там немножечко отнормировать, то получается многочлен Джонса. Это вот и есть тот самый подход, исходя из детей статистической физики. А что происходит с многочленом когда мы два взаимодействуем? Многочлены, они обычно либо просто умножаются, ну, когда связанные суммы берется, то они просто умножаются. Когда вот берется зацепление один кусок и второй кусок, и они не связаны, не зацеплены друг с другом, то тогда умножаются, и еще там дополнительный множитель появляется. А так вот просто умножаются. Ну вот у Джона Конвея у него была некоторая система обозначений, которая позволяет понимаете, это сейчас актуальность постепенно теряет. Как тогда напечатать картинку в журнале это целая проблема была. Сейчас все картинки как-то рисуются легко, поэтому сейчас может быть меньше люди вообще интересуются, ну что, нарисуем картинку и все, зачем нам какие-то очень витиеватые обозначения. Нет, хороших, хорошего способа какого-то канонического, простого, естественного, я не знаю, узла. Есть разные системы обозначения, там, докер-код, там, гауссов-код, ну, хорошими я бы как-то и алгоритм очень легко обрабатывать, вы задаете плоский граф, вы задаете граф, у него есть вершины, они соединены, есть условия, которые легко проверить, что он плоский. Нет, с этим проблем нет никаких. На компьютере, ну, я вот люблю прямоугольные диаграммы, там просто вы задаете, вы идете, у вас n таких прямых, n таких прямых, и вы задаете порядок, в котором вы их обходите, тоже дело не очень хитрое. Так что, в компьютере задавать можно вот так. А, спроси, а хронологически, это, я правильно понимаю, что то, что эти два узла совпадают, обнаружили до и после инвариантов многочленов? Пару-перко? Да. Пару-перко, это публикация 73-й год, по-моему. Ага. Многочлен Александера, конечно, было известно, вот всякие раскраски, это все было известно с этим всем, но то, что у них одинаковые инварианты, знали, но полагались вот на закрученность. А, и считали, что да, совпадают, но это не... Ну, что мы просто еще не построили достаточно тонких инвариантов. Их трудно различить, вот взяв веревку в руки, вот реально трудно, непонятно даже почему, вот вроде бы один тот же узел, а почему-то они не хотят друг в друга перепрыгивать, когда веревку в руках держишь. Да, это было до Джонса, до открытия Джонса. Угу. И осталось, значит, Ольга Калининсовича прослежит своего алгоритма градиентного спуска? Алгоритма градиентного спуска, да. Это тоже, тоже идея как бы монотонного упрощения, это вот, там у Хара есть работа, и, наверное, есть еще, есть, есть вообще разные, разные функционалы можно пытаться, да, градиентным спуском давить. Но там нет ни одной теоремы, которая говорила бы, например, что тривиальный узел всегда распутывается. Есть компьютерный эксперимент, который говорит, смотрите, вот, вроде бы распутывается, но, сами понимаете, что такое градиентный спуск, вы считаете, с плавающей точкой, да, у вас все вычисления приближенные, и, но это идеи, которые не дошли до каких-то вот результатов. Да, ну, были некоторые такие идеи, которые пытались люди реализовывать. Пару перко, чтобы оно... Это надо у перко спросить. Я думаю, что никто не пробовал этого делать, потому что для сложных узлов известно, что минимумов локальных бывает много. И... Ну, в общем, да. Локальных минимумов может быть много. И... Специально проверять пару перко. Ну, там, на самом деле, не так много надо движения ряды мастера, от одной к другой. То есть, это... СНОПИ это поймает точно. Вот СНОПИ, так сказать, там диаграммы с сотнями пересечений разбирает. Без гарантии, но почему-то работает. Как вот это часто бывает, что... Дисклеймер. Это вот дисклеймер, что результат не гарантирован, но реально работает. СНОПИ реально работает. Ну, там... Там у СНОПИ несколько авторов. Основной это Джеффри Уикс, это ученик Торстена. Ну, там... Там есть еще люди, которые... Джим Хосте. Еще одного человека, я совсем не знаю, не помню. там... Там... И вот у СНОПИ, там... СНОПИ, там это примочка, которую делали вообще другие люди. Марк Каллер и Натан Данфилд. Ну, там... Там коллектив некоторый, да. Вот... В самом СНОПИ Джеффри Уикс, как бы, центральный человек, но там есть и у него еще несколько авторов. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ